Здравствуйте, Леонид. Слышно нас? Добрый вечер. Мы сейчас в прямом эфире обсуждали ситуацию вокруг сервиса Яндекс.Деньги. Скажите, пожалуйста, там есть что-то новое, чего еще не появилось на информационном пространстве? Я только что опубликовал. Наши юристы обнаружили, что Яндекс.Деньги внесли изменения в правила использования своего сервиса 23 января. Добавили кучу новых пунктов, запретили не только любой сбор на политические цели, но и специально оговорили, что теперь соответствует сбор денег их правил или нет, определяется и законом, а их правилами. То есть там появилась такая кольцевая ссылка в правила, то есть они сами могут решать, кого отключать, кого они отключают и за что. Ну и в общем достаточно много такой ерунды там появилось. Ну то есть теперь правила сервиса Яндекс.Деньги нам не позволяют собирать. Правда, я еще не согласился с этими новыми требованиями. То есть очевидно, они наверное как-то сделают рассылку по всем клиентам, что у нас там новые требования вступили в силу и надо нажать там кнопочку подписать или галочку какую-то. Я этого еще не делал, но видимо когда это произойдет, то соответственно у них появится как бы возможность нас отключить. Ну мы это время используем соответственно для того, чтобы наладить какие-то альтернативные каналы привлечения финансов. Ну я так понимаю, что все-таки средства, которые собраны на этом сервисе, они не будут потеряны, да? То есть вы сможете их использовать. Нет, эти средства, конечно, все уже выведены, то есть мы их не держим в кошельке, то есть мы их дальше переводим и используем на какие-то нужды. Ну то есть понятно, что мы далеко не все эти деньги еще потратили, они нам нужны, значит, про запас, но понятно, что мы их не храним в Яндекс. Кошелька, как все-таки оплатежная система для этого и не предназначена, естественно. Понятно. Ну вот, да, решим. Про Яндекс.Деньги закончили уже? Ну продолжаем. У меня другой вопрос, да. Конечно. Вот по поводу суда, вот завтра у Алексея будут дебаты с Лебедевым, да? И Лебедев сегодня написал в своем посте, очень такую залихватски, о том, что Навальный, нет такого большего политика в России, чем Навальный, которого бы так обласкивали власти. И он убежден. Я бы сказал, не залихватски, просто хамски. Ну, сейчас, когда, если какие-то, ну, то есть первые посты, все-таки, можно было что-то обсуждать, и какой-то в этом был, там, смысл, что ли, да, то в том, что сейчас происходит, ну, никакого смысла. Ну, то есть он просто, просто грубо наехал и обматерил, причем он же прекрасно знает, что идет суд в Кирове, что развитие этого суда непредсказуемо, что там, может, все, извините, реальным сроком закончится. Он говорит, что Навальный слился, Навальный не поедет на дебат. Ну, то есть это какая-то просто ерунда. Лебедев-то как раз-таки написал, что для него уже все предсказуемо и известно, что закончится это тем, что Навального полностью оправдают, и он пойдет на свободу с чистой... В своем стратегическом планировании штаб вообще не рассматривает такой сценарий, как вероятность. Мы рассматриваем разные сценарии, но вероятность того сценария, о котором пишет господин Лебедев, в оценке, в прогнозе штаба равна нулю процентов ровно. Ну, то есть посмотрим, кто прав, кто неправ, но мне кажется, что, и даже если человек талантливый дизайнер, видимо, это не всегда означает, что он что-то понимает в политике. Смотрите, Миша, сейчас много событий на последней неделе вокруг Алексея Навального, но мы связывались с вами вот по какому поводу. Было объявлено, что команда Навального создает региональные штабы, в том числе и в Саратове. Вот вы, скажем так, на выборах мэра Москвы, да, Навальный получил хорошие проценты, мы понимаем, что в Москве Навального знают хорошо. Вот вы сейчас как оцениваете ситуацию, насколько Навалин известен и популярен в разных регионах России? А тут, друзья, надо разделять две вещи. Есть избирательная кампания. Избирательная кампания по закону начнется в декабре следующего года. И есть кампания за допуск к выборам, которую мы сейчас ведем. Мы прекрасно понимаем, что если не будет кампании за допуск, то Алексей Навальный не сможет принять участие в выборах. И, собственно, стадии избирательной кампании у нас и не будет. Так вот, на стадии кампании за допуск нет смысла разговаривать про рейтинги, проценты, сколько вас поддержат и так далее. У нас есть практическая задача собрать 300 тысяч подписей, не более чем 7500 с каждого региона. Слушайте, 300 тысяч подписей, 0,3% избирателей, я думаю, что даже самый заядлый сторонник действующей власти не будет спорить, что такой уровень поддержки у Навального есть. И даже с лихвой, и даже в много раз выше. То есть, эта задача не стоит. Тут стоит техническая задача организовать вот этот сбор подписей. Само по себе очень сложно. А дальше уже, когда дело дойдет до избирательной кампании, там уже встанет вопрос о рейтингах. Но тут уже то, что социология меряет на берегу и то, что получается в результате, это все-таки, как вы знаете, две большие разницы. Мы начинали марскую кампанию в 2013 году в Москве с рейтинга 3% и закончили ее с 30%. Надеемся, что что-то подобное получится у нас и в этот раз. Ну, еще такая история про Саратов. У нас несколько лет назад отделение партии прогресса в Саратове возглавил человека, который далек, совершенно далек от либерального движения. Ну, и, в общем, говорят, что он как-то связан с правоохранительными органами. Не может возникнуть ситуации, что опять, ну, скажем так, не те люди попадут в штабы. Это касается не только в Саратово. Ну, вообще, мы собираемся нанять по стране около 300 человек региональных штабы. А 77 штабов будет в 60 регионах. И, как бы, в целом, безусловно, кто-то где-то, не тот наверняка попадет. То есть, это, как бы, при таком масштабе деятельности исключать невозможно. Но мы не будем отдавать, и мы с самого начала на берегу сказали, что никакого предпочтения членам партии прогресса, региональным председателям партии прогресса и так далее не будет отдаваться. То есть, мы на каждую позицию проводим конкурс, мы всех координаторов набираем на конкурсной основе. Если говорить про Саратовский регион, то есть у нас несколько очень интересных заявок от местных активистов, которые хотели бы поработать в штабе. А человек, про которого вы говорите, видимо, речь идет про Эльнура, Байрам, он заявку не присылал. То есть, очевидно, он не хочет работать в штабе, и это нормальная тоже ситуация. То есть, здесь, как бы, такой проблемы нет. Мы в каком-то смысле, ну, с чистого листа начинаем. Понятно. Скажите, а у вас есть какая-то предварительная статистика по количеству сторонников Навального в ПФО? Вот какие регионы? Ну, в разрезе федеральных округов мы такой статистики не делали. Зачем нам? Нам надо именно в разрезе регионов. Ну, вот, значит, я посмотрел, из Саратова и Энгельса у нас, значит, около 800 человек сейчас. Пока что на данном этапе зарегистрировалось. То есть, это вот, как бы, там, откликнулись на первые кличи, что до начала кампании, до появления штаба, до начала какой-то активности. Но это, может быть, неплохой показатель. По крайней мере, уже есть на что, с чего начать, за что зацепиться. Если, там, каждый из этих 800, там, жену, маму, папу приведет, уже там, 3000 будет. А нам всего можно с региона. Максимум собрать издать специфу на 7,5. То есть, я считаю, что, ну, хороший старт есть. Леонид, я все-таки хочу вернуться к суду. Еще раз, вы говорите о том, что, ну, оправдают и отправят домой, с извинениями, этот сценарий равен, вероятность его нулевая. А какой сценарий все-таки сейчас у вас, вот, в штабе просматривается как наиболее вероятный? Есть два сценария, которые имеет смысл, наверное, обсуждать. Это такой обвинительный переговор, который формально не запрещает участвовать в выборах. И такой обвинительный переговор, который формально запрещает участвовать в выборах. И на самом деле, с точки зрения штаба, никакой принципиальной разницы, ну, прямо скажем, нет. Потому что в любом случае мы понимаем, что решение, значит, будет приниматься политическим образом, да, то есть, как бы, решение будет приниматься все-таки... Да, да, там, ну, то есть, само решение вот в декабре, да, то есть, решение о допуске или не допуске кандидата к выборам, это будет, ну, политическое решение. То есть, я всегда привожу такой пример. Вот, лето 13-го года, когда кампания начиналась, никто никого Навального никуда допускать не собирался. Более того, был придуман специальный закон, закон о муниципальном фильтре, который для того и придуман, чтобы неугодные, кстати, не могли стать кандидатами губернатора или, там, в мэра Москвы, чтобы власть сама решала, кого пустить, кого не пустить, потому что муниципальных депутатов контролирует она в нужном количестве. Этот закон был специально для этого придуман. Мы, прекрасно это понимая, прекрасно понимая, что у них есть механизм нас не пустить и нет никакого желания нас пускать, начали кампанию. Месяц мы вели кампанию. И за месяц кампании мы сумели объяснить Москве, сумели показать, что на этих выборах есть только два реальных кандидата. Если Навальный есть, Собянин, все остальные статисты и все остальные не имеют значения. И это выборы Навальный против Собянина. И если Навального сейчас не пустить, то это будет означать фактически, что Собянин как бы испугался, и что никакой легитимности его будущего избрания мэром и речи быть не может. И когда это стало понятно, то им самим пришлось придумывать, срочно придумывать механизм для того, чтобы обойти имя же придуманный дурацкий закон, не допускающий таких кандидатов, как Навальный на выборы. Закон, естественно, не предусматривает такой возможности, как передача подписи муниципальных депутатов. Но им пришлось эту штуку придумать, чтобы нас пустить. Ну, тогда просто депутаты-единороссы за Навального стали вдруг резко подписываться, да? Ну, они сами решили, что Навальный должен участвовать. Наша задача заключается в том, чтобы такую же ситуацию создать и к декабрю 2017 года. Чтобы не важно, какая там будет правовая ситуация, не важно, как она будет выглядеть, с точки зрения формальности, важно будет для тех, кто принимает решение о формате выборов, политические издержки от недопуска Навального будут больше или меньше, чем политические издержки от его допуска. То есть мы должны создать такую ситуацию в декабрю, что недопуск Навального однозначно всеми массовым сознанием будет восприметь, что никаких выборов президента нет, никакой легитимности у избранного президента нет, что он испугался, что Навальный единственный оппонент, его не допускают по политическим причинам. Вот на это направлено и построено наше тампание. То есть, в принципе, правильно говорили о том, что отчасти вот объявление об участии Навального в превыборных, в президентской, скажем так, гонке, это был такой тактический ход, который может повлиять и на судебное решение вот по Акиров-Лесу. Нет, я не думаю, что он может повлиять на судебное решение, а разве что в худшую сторону, да, то есть я бы сказал, что это выдвижение там повысило вероятность какого-то тяжелого судебного решения, но это ход, нам надо было начать кампанию заранее, потому что нам реально надо много времени. То есть в чем вы абсолютно правы, что если ее начать как бы как по закону предусмотрено, да, то есть взять и 1 декабря по закону Центр избирком назначает выборы, и 10 декабря ты начинаешь собирать подписи, да, ну тогда бы у нас точно ничего не получилось. Ну хотя бы потому, что это просто невозможно. Там на сбор подписей отводится примерно на 25 дней, из которых половина приходится на январские каникулы. То есть если ты не начинаешь за год готовить всю инфраструктуру, у тебя совершенно точно ничего не может получиться. То есть если я правильно понимаю, Леонид, сейчас главная ваша цель, ваша задача и цель вот этой предварительной кампании, это убедить не людей проголосовать на будущих выборах за Навального, а убедить власть проголосовать за Навального, чтобы он принял участие в выборах. Так я понимаю, да? Нет, не так. Цель нашей кампании комплексная за много-много-много месяцев напряженной работы создать такие условия, чтобы Навальный не просто мог принять участие в выборах, а чтобы большинство российских избирателей знали, с чем этот кандидат идет, почему его требования справедливы, почему без него эти выборы и выборы должны быть бойкотированы, почему надо на этих выборах идти и наблюдать, почему его надо поддерживать. У нас большая страна. И вы знаете, как в Америке избирательные кампании начинаются, грубо говоря, за два года кандидаты в своем выдвижении, да? У нас официально по закону избирательную кампанию относится 3 месяца, из которых первые 45 дней на организационные процедуры и сбор подписей, да? То есть, как бы, если следовать формальности российского законодательства, то выборы 11 марта, а сама кампания начинается, наверное, 1 февраля, за 40 дней, да? То есть, рассказать о кандидате в стране невозможно. То есть, наша задача за год рассказать о Навальном всей стране, выйти, если угодно, за пределы святого кольца, вот этот штамп, которым любят пользоваться, да? И в этом формате построят действительно такое народное движение, которое покажет, что недопуск такого кандидата к выборам невозможен. Покажет всем. И Кремлю, и сторонникам, и простым избирателям, и несторонникам. Понимаете, большинство из тех, кто там сторонники Путина, мы же не отрицаем, что таких людей очень много, но большинство из них тоже за честные выборы. Они считают, что Путин должен побеждать в честной борьбе. Они считают, что все должны быть допущены и принять участие. Они верят, что их там Путин наберет 80% и выиграет. А эти, значит, там, паршивые либералы там наберут 2%. Они в это верят, и они тем более хотят, чтобы, значит, оппоненты власти тоже были допущены, чтобы выборы были конкурентными. Окей, хорошо, мы им расскажем, что есть оппонент, что его там пытаются не пустить. И что мы рассчитываем, что эти люди тоже нас поддержат к нашему справедливому требованию пустить Навального на выборы. Не только на выборы, на дебаты, в телевизор, дать равные возможности для агитации, дать возможность полноценно вести кампанию. Вот почему мы начали на год раньше. И все-таки, возвращаясь к регионалистике, Россия едина, вернее так, Россия однородна в восприятии Навального как политика. Есть какие-то нюансы в зависимости от удаленности от Москвы? Нет, ну, конечно, нет. Ну, как бы, тут не стоит кривить душой. Конечно, нет. Понятно, что там Москва, Санкт-Петербург – это одна история города-миллионники, или там такие крупные города, как Саратов. Другая история – малые города. Третья история – деревня четвертая. Ну, как бы, мы понимаем, где наши избиратели. То есть, опять же, вот как мы… Ну, я же публиковал список штабов, где мы работаем, значит, вот по сбору подписей. Этот список – это просто 77 крупнейших городов России. То есть, из 90 городов России, в которых население больше 200 тысяч человек, мы отобрали 77 именно потому, что мы, как бы, да, мы понимаем честно, подписи нам собрать проще там. Когда мы будем вести уже избирательную кампанию, мы будем вести по всей стране. Леонид, мы так уверенно об этом говорим. А вот вы, ну, вы лично или в штабе у вас, вы абсолютно убеждены в том, что Владимир Путин примет участие в выборах президента в 2018 году? Никогда нельзя быть ни в чем убежденным. Владимир Путин, помимо всего прочего, очень пожилой человек. С ним много чего может в таком возрасте случиться. Но когда, ну, как бы, лучше играть по плохому плану, чем без плана, да, учат в шахматной школе, когда ты, значит, там приходишь, значит, на первое занятие, да, то есть мы должны свое политическое прогнозирование, свою работу на такой долгосрочный период, на год, все-таки строить, исходя из какого-то прогноза, исходя из каких-то вероятных сценариев, потому что наши ресурсы ограничены и всеми сценариями сразу мы заниматься не можем. Вот, соответственно, мы исходим из того сценария, считаем его самым вероятным, что Путин примет участие в выборах и планируем, исходя из этого. При этом мы, конечно, достаточно круты, гибки и, так сказать, опытны, чтобы быстро попытаться, так сказать, перегруппироваться, если эти базовые посылки каким-то образом изменились. Ну и напоследок, наверное, вопрос. Все-таки большая вероятность того, что, значительная вероятность того, что Алексея Навального все-таки на каком-то этапе снимут с президентской гонки. Вы лично, Леонид, готовы ли были бы заменить Навального в этой работе? Нет, я думаю, так вопросом стоит. Моя роль в компании не такая. Спасибо за лестный вопрос в каком-то смысле, но нет. Где сейчас Алексей Навальный? Летит в Москву? Алексей Навальный сейчас летит из Кирова в Москву. Готов он к дебатам, да, с телевидением? Я думаю, что он весь полет готовился к дебатам. Спасибо, Леонид. Спасибо. Что согласились. До доброго. До свидания. Ну что, мы уйдем на рекламу и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова